Тверских школьников приучат к раздельному сбору мусора. В 40-й школе стартовал пилотный проект «Эко-школа. Разделяя, сохраняй». В чем его суть, выяснила наша съемочная группа. Сама по себе батарейка, она не вредная. Пока она здесь лежит в колбе, она абсолютно безопасная. В игрушке она безопасная. Но как только она расламывается или начинает ржаветь на свалке, у нее много всяких вредных веществ, которые попадают в воду, в воздух. И это очень вредно. Но об этом не знают не только многие дети, но и даже и взрослые. А также то, что более 70% отходов, которые сейчас заканчивают свою жизнь на свалках, можно использовать вторично. Именно поэтому в школах Твери стартовал пилотный проект по раздельному сбору мусора «Эко-школа. Разделяй, сохраняй». С января он начал работу в шести образовательных учреждениях. Это 40-я, 20-я, 29-я, 36-я и 51-я школы, а также образовательный центр «Брусилова». Там установили контейнеры двух цветов. Внутри школы трехсекционные урны для сбора смешанных отходов, торсырья и пластика. Холпы для сбора батарейок и добрых крышечек. Также разместили информационные плакаты и листовки. Экологическое образование должно обладать все возрасты и стать приоритетным. Обучение детей по основам экологических знаний позволит, в том числе, стучаться до взрослого населения. И ребята на практике и в теории смогут понять, что разделяет фото. Они вносит в большой вклад в сохранение природных ресурсов. Инициатором проекта выступило Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области. Запустить в школах раздельный сбор отходов помогает региональный оператор ООО «Тверь спецавтохозяйства». А также группа компаний «Экотехнологии», входящих в ее состав Тверской завод вторичных полимеров и завод «Ржевмаш». Дети участвуют сейчас. Вот у нас есть «Спасите ежика». Мы уже четвертый год собираем батарейки. И сейчас для нас это старт новой акции, которая даст возможность детям научиться охранять нашу окружающую природу. Школьники поделились своими мыслями о таком формате сбора отходов. Мне кажется, это очень важно, потому что если выкинуть, например, бумагу в пластик, это будет перерабатываться неправильно. И, следовательно, будет, например, как написано, флисовая куртка будет немножко бумажной. Если сортировать мусор, так будет человеку более удобнее, то есть он сможет бороться с заграждением окружающей среды. Так будет легче. Дома я сортирую и выбрасываю специальный контейнер, который стоит у меня во дворе. Пилотный проект впоследствии будет распространен и по другим учебным заведениям нашего региона.